Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. В Алматинской области новый руководитель управления земельных отношений. Распоряжением главы региона Аманда Кабаталова им назначен собит саду Акасов. Новый руководитель родился в 1962 году. Окончил Сельскохозяйственный институт Казахского ордена Трудового Красного Знамени по специальности агроном. Кандидат сельскохозяйственных наук. Трудовую деятельность начал заведующим лабораторией вегетационных и климатических кабинетов Казахского сельскохозяйственного института. В разные годы работал главным специалистом областной земельной инспекции Ильинского района. Заместителем начальника государственной инспекции по контролю и охране землепользования Алматинской области и так далее. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника управления земельных отношений Алматинской области. К другим темам. Путевка в жизнь. По итогам первого полугодия около 200 алкогурганцев обучились азам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес». Более ста из них получили государственные гранты и открыли собственное дело. Как государственная поддержка превращает безработного в предпринимателя, узнаем из сюжета. Выбор профессии для Раушангуль Малдахмед не был случайным. С детских лет ее вдохновляла бабушка. Она очень любила шить, совершенствовала в своих работах, а впоследствии открыла собственное ателье. Впечатляясь успехами бабушки, Раушангуль решила пойти по ее стопам. Отучившись на краткосрочных курсах, она получила безвозмездный грант по программе «Инбек» и смогла начать собственное дело. Прошлым летом я кончила курсы «Бизнес Бастау». Получила сертификат для того, чтобы я смогла участвовать в разных грантах. Поучаствовала в гранте, где выдается 500 тысяч. Мне повезло, я выиграла, получила их. Я приобрела такие оборудования, как машинка, утюженный стол, утюг, раскроечный стол. Если бабушка Раушангуль была и остается для нее главным примером в работе и жизни, то благодаря государственной поддержке осуществилась детская мечта 20-летней девушки, в том числе и многих других казахстанцев. Уже за первые шесть месяцев текущего года более 500 жителей Алматинской области получили государственные гранты по программе «Инбек» на сумму свыше 300 миллионов тенге. «Нами ведется активная работа по трудоустройству и консультации безработных граждан. Содействуем в развитии бизнеса самозанятых лиц. В настоящее время 250 человек обучились на краткосрочных курсах по переподготовке. 64 из них уже собираются открывать свой бизнес. 200 граждан прошли онлайн-обучение в региональной палате предпринимателей «Атамикен». Еще 60 заявок на рассмотрение. В прошлом году специалисты Палаты предпринимателей обучили 5810 жителей Алматинской области. До конца текущего года запланировано обучить 2900 человек. Реализация обучающего проекта «Бастау-бизнес» не прекращается даже в пандемию. Все занятия проводятся в онлайн-формате. Евгения Присяжная, Нурбек Журнбаев, телеканал ЖТСУ. Волонтеры Алматинской области выразили благодарность медицинским работникам областной больницы. Ваш самоотверженный труд, умение работать в экстремальных условиях и профессионализм всегда будут в памяти народа, говорят добродетели. Так медикам помимо адресованных теплых слов были вручены цветы, благодарственные письма и подарки. Отметим всего в области более 2000 волонтеров бок о бок трудятся ради общего дела. Развозят пациентам и медработникам продукты питания, средства индивидуальной защиты, всячески оказывая посильную помощь и тем самым оказывая моральную поддержку тем, кто, рискуя своей, спасает жизни и здоровье пациентов. Спасибо за оказанное внимание. В такое тяжелое время это придает сил и энергии. Мы с волонтерами работаем очень тесно. Они всегда придут на помощь, заботятся о нас. Поэтому такая акция у нас вызывает положительные эмоции. У нас на лечении находится более 100 пациентов с коронавирусной инфекцией. И к каждому мы относимся трепетно. Новые правила. В этом году изменился порядок набора курсантов в высшие военные учебные заведения. Унесла коррективы пандемия. Наш корреспондент поинтересовался, какие требования предъявляются к будущим защитникам Отечества. Годин. Это заключение медицинской комиссии для Эскендера Макажана, пропуск в военный вуз. Отличник учебы Талдыгурганского этилицея, он с детства вынашивал план пойти по стопам деда, стать военным. Я пришёл в военкомат ещё в январе месяце, прошёл медобследование, сказали, годен. С лёгкостью сдал психотез. Вместе с этим пришло время сдавать ИНТ. Набрал 92 балла. Моя цель – поступить в Актюбинский военный институт сил воздушной обороны. Хочу стать лётчиком. В этом году по области на поступление в военные вузы было подано свыше 200 заявок. Пригодными по всем критериям оказались лишь 130 из них. В нашем распоряжении четыре учебных учреждения, в которые мы можем отправить учиться курсантов. Это три института и кадетский корпус. Расположены они в городах Алматы и Актюбе. Также это алматинское военное учреждение радиотехники и связи. Желающим попасть в ряды вооружённых сил, как и раньше, необходимо пройти медобследование. Учитываются также результаты единого тестирования. Допустимый военный вуз порог не ниже 50 баллов. Существенное отличие нынешнего года при поступлении физнормативы будущим курсантам сдавать не придётся. Оценивать их физподготовку будут по аттестату. Одина Смогулова, Абылай Кутыкпай, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин